раз-раз раз-раз так моя вторая запись факторио загружаю я изучил первую свою запись внимательно смотрел какие-то выводы сделал какие выводы разные загружаю тут у меня тетрадка какой бы мощный компьютер у вас не был большой тетрадка нужна бумага нужна потому что компьютеры не самодостаточные так что у меня записано урана забывать я еще и не начал добычу урана еще мне тут написано что поставить так то есть роботов надо 100 тысяч поставить я об этом говорил серы серо и желтые желтые ящики и поставил так что ну жесты сейчас у меня началось производство непрерывная желтая печка ограниченное производство желтых ящиков так 200 меня производит поддерживается количество 200 желтые ящики это пассивное хранилище а грузовые роботы и строительные роботы могут оттуда брать груз и обратно класть в эти желтые ящики красные ящики сундуки логистические вот только для хранения оттуда туда нельзя положить роботы не могут туда ничего положить только брать в красные ящики положить предметы могут только либо игроки либо инзертеры манипуляторы вот такие так возвращаюсь к прошлой записи я говорил кое-что у меня была ошибка так синий сигнал насчет синего сигнала светофора так мне то есть что-то ломают жуки они будут ломать надо что-то делать видим надо расширять территорию у меня сейчас загрязнение очень большое я произвожу все кстати синие схемы синие схемы просто процессинг юнит как они называются вот эти вот процессинг юнит не знаю как это на русском там будет я их все-таки много произвожу здесь если посмотреть за час получается 1500 полторы тысячи в час что-то как-то мне кажется что не очень много вот техники безопасности с переходом железной дороги я в прошлый раз говорил что железную дорогу переходить будет безопасно если мы посмотрим куда я бегу где я побежал свою остановку моя слонка была там это нам не надо так переоденем броню вот эту войну ой проблемка я вижу свое лицо но я не вижу то что справа внизу правую правый угол экрана я не вижу из-за того что я вижу свой портрет как же быть спрятать портрет свой надо будет спрятать при следующей записи спрячу свой портрет ладно пока поиграем так вот у меня есть 2 2 броня power armor мк 2 вот она у меня так оборудована два ядерных реактора персональных 6 экзоскелетов экзоскелет повышает скорость бега и два роба порта и батарейки оказывается два раба два раба порта вместе если их вот засовываешь в броню увеличивают дальность строительной зоны здесь написано 57 по 57 метров дальность дальность строительства а если один роба порт то всего лишь 40 метров 40 на 40 а если два роба порта 57 на 57 очень хороший комплект такой я с ним побегал только я очень уязвим поскольку нет энергетических щитов надо быть начеку потому что жук убьет там два удара и жуки тебя убивают несмотря на то что броня куда все равно жуки тоже сильные так стены уже не нужны я их давно ставил стены не нужны так техника безопасности перри переходе на железо через железную дорогу уточнение я прошлый раз говорил так где у меня тут железо на юге при переходе через железную дорогу я у меня тут я снова тут я переходил обращаем внимание на светофор вот сейчас мы видим что светофор красный и желтенький это знает что поиск где-то недалеко а где вот я его на карте не вижу его вот он вот он едет сейчас мы увидим о поехал он поехал сейчас покажу куда он поехал вот расписание моих поездов вот он едет едет поезд едет поезд на погрузку едет на депозит депозит железной руды на судя если почитать название северо-запад название станции северо-запад сейчас он доедет начнет загрузку руды железной вот-вот-вот-вот сейчас манипулятор будет его загружать опа пошла загрузка каждый манипулятор загружает 12 и с рудой зараз потихонечку будет уезжаться ну и вот сюда for снова синенький что это означает да ничего это не означает в общем самый надежный способ безопасного перехода через железную дорогу это посмотреть на имени карте верхнем углу у нас в верхнем правом мини карта у меня зрение чуть-чуть не все-таки может обмануть там очень все маленькая я открою всю карту так клавиша м на клавиатуре и посмотрю на карте где едет поезд по железной дороге не едет и едет значит перехожу самый надежный способ переход через железную дорогу потому что вот эти сквозные проходные светофорчики они могут обмануть синий цвет не стопроцентная гарантия что поезд где-то прям далеко мы видим также что я на апогее научных исследований у меня почти что последнее исследование но хотя бы не самое последнее но самое дорогое атомная бомба мы видим индикатор состояния в верхнем правом углу экрана atomic bomb написано сейчас покажу на схеме где-то научно исследование что-то они бьют о солнечную панель бьют гады 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 дайте артиллерии артиллерии сейчас я по ним дам на тебе артиллерийский залп тебе там умри мари куда пошла вот так вот так но это сейчас самого готова жук готов но они мне они мне устроили взбучку надо поставить еще можно управлять дистанционно если радар рядом вот радар мы видим где радар где радар вот здесь радар он позволяет видеть карту на расстоянии вот я вижу карту и из этого текает сейчас кто-то удивится я могу строить на любом независимо от того где я нахожусь я строю на этой карте все что хочу сейчас покажу зажимая клавишу shift сейчас я зажал клавишу shift нет не сейчас вот сейчас зажал ставлю гаст ставлю прозрачную лазерную пушку раз два три четыре строительный робот прилетит и поставит 4 лазерных пушки а другой строительный робот прилетит и поставит новое новую электрическую вышку вместо этой электрической вышки и здесь я могу стенку стенка не нужна стенка здесь не нужна я ее прикажу строительным роботом убрать здесь не вы поставим а мы поставим под станцию здесь мы шикуем мы богатые у нас ресурсов много под станцию можно поставить лишнюю и поставим еще пару пушек а чтобы их быстро ремонтировали я поставлю здесь робопорт все строительные роботы прилетят поставить сломанный робопорт поставит эту лазерную пушку я не вот какой-то а солнечная панель летит новая вместо сломанной на я заметил что у меня дикция немножко хромает о поиске я слышу поезд а поехал поезд поехал пост я из-за того что я не вижу право нижнего угла экрана я угол экрана вижу я вижу свой портрет но не вижу экрана не могу одеть свою броню вот эту с экзоскелетами с шестью экзоскелетами или могу ну-ка я клавишу 1 нажму клавишу 1 нажму оп не не помогает так технику безопасности я прошел зачеркнул что я еще хотел сказать такое посмотрим так остановка я обещал прошлом выпуске еще руда полетела руда полетела я хотел показать как перенавать железнодорожную станцию так и уточнить настройка инзертера еще в прошлой теме я один момент упустил в настройках инзертера о чем есть сейчас хочу рассказать я покажу как переименовать железнодорожную станцию инзертеры вот здесь вот здесь все я правильно сказал прошлый раз инзертер можно настроить вот красненькая лампочка означает что инзертер выключен это значит что условие ложное которое я ему задал какое условие синих сундуков меньше 200 в данный момент синих сундуков не меньше 200 инзертер манипулятор выключился автоматически сейчас мы проверим сколько синих инзертеров нажимая клавишу l напишем инзерт эти сундуки синие сундуки их ровно 200 здесь написано 200 все поэтому он выключился и значит инзертер что я хотела сказать чего я не сказал в прошлом раз за стир будет работать вот здесь логистическое соединение с локальной логистической сетью он будет работать если он находится в желтой зоне только так если мы его поставим не желтую зону в зеленую зону или вообще вне сети 10 вот это зеленая зона ставлю зеленую проведем электричество проведем электричество вот инзертер вроде бы работает и мы можем ему задать настройки любые подсоединить его там сидеть настройки задать ему и кажется что он работает красненький огонечек какой огонечек да огонечки те же самые но инзертер работать корректно не будет так а тут как он выглядит они выглядят точно так же потому что в настройках он подсоединен к логистической сети логистика connection коннекшн написано но он не подсоединен потому что он находится в зеленой зоне зеленая зона чтобы он корректно работал его нужно ставить в желтую зону как сейчас вот он желтой зоне он будет корректно работать а что же делать ну нам надо чтобы он стоял здесь очень решение простое мы поставим робопорт дополнительный все и этот робопорт присоединен к сети логистической все значит этот инзертер будет корректно работать с этими настройками еще обращаю внимание если инзертер подключен сейчас покажу премьер сундук дайте какой-нибудь синенький есть и не сундуки у меня а я их сюда не поставил настройки сейчас я доставку закажу у них мало что-то 8 штук осталось 50 полетели строитель транспортные роботы полетели сейчас они принесут синие сундуки здесь написано максимальное здоровье 350 размер хранилище 48 это доставлено сколько у нас их есть 50 из 50 я заказал 50 50 мне уже привезли он он ты не вей вот он не вай он давай он давай это значит в пути если транспортный робот везет мне несет мне этих синие сундуки тут было бы написано что роботы несут 20 сундуков или 40 сундуков или 42 сундука как это было только что и написано последняя строчка logistic store storage 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 200 это значит что сейчас в логистической системе логистической сети 200 сундуков в синих хранятся готовые чтобы я их забрал и так продолжаю о об инзертерах о манипуляторах подсоединяю красный провод сигнальный это сигнальный красный провод провода есть красные зеленые медные красный сигнальный медный провод он не сигнальный он электричество проводит его можно снимать как сейчас вот я покажу shift зажимаю клавишу shift и клавиатуре и левую кнопочку мышки нажимаю и медный провод сейчас электрический слетит с подстанции об слетел все у нас здесь все обесточено и верните мне назад медную проволочку вот полетела 4 проволочки ну-ка давайте проволочки сделаем еще мне нужна проволочка еще проволочка закажу пусть будет проволочка не нужна проволочка настроим сейчас джертер как и это коньякт медная проволочка пусть будет 1000 мы богатым мы можем себе позволить это логическая сеть а зелененький горит зелененький огонючий значит условия истина значит медной проволоки меньше 1000 а значит инзертер будет загрузку материалов материал какой будет медь медный медная пластина медную пластину сейчас мы будем загружать сюда в эту фабрику и производить медную проволочку бустеры добавим это модуль производительности увеличивает выхлоп в данном случае у нас будет производительность на 40 процентов выше то есть при сохранении тех же материалов производство 40 процентов увеличится и немножко увеличится энергопотребление на 320 процентов увеличивается энергопотребления загрязнения воздуха увеличивается на 40 процентов но зато у У нас будет много-много всякой проволоки. Красный сундук. Желтый сундук не поставлю. Красный сундук поставлю. Потому что в желтый сундук логистические роботы будут пихать все. А в красный сундук никто ничего не положит. Только я или инзертер. Как в данном случае. Ну что, медную проволочку сейчас я... Все, мне не нужна медная проволочка. Две стучки хватит. Провожу медный провод силовой. Отсюда. Все, электричество есть. Подстанцию здесь поставлю. Оп, заработало. Производство медной проволоки пошло. Фиолетовая полосочка обозначает эффект производительных модулей. То есть, когда синяя, фиолетовая полосочка приползает до конца, мы получаем дополнительных два медных провода. Когда фиолетовая полосочка зашла до конца, у нас появляется два лишних медных провода. 72, 74, 76, 78, 80. 82, 84, 86. И пошло. В одном слоте помещается 200 медной проволоки. Тысячу я заказал, тысячу. Значит, будет заполнено 10 слотов, 10 ячеек. И производство остановится медной проволоки. Мне больше не надо ближайшую тысячу лет. Потом увеличим производство. Так. Не договорил насчет есть у нас логическая сеть, а есть логическая сеть. Логическая сеть. Вот мы провели красный сигнальный провод от сундука к манипулятору. Это значит, что манипулятор подключен сейчас и к логистической сети, и к логической сети. Сигнал какой? Сигнал. Чему равен сигнал? Сейчас покажу. Сейчас покажу, как сигнал увидеть. сброшу медный провод, проведу сигнальный провод от сундука к башне. И мы наводим мышку на башню и видим тип сигнала мы видим. Оп! Мы не видим ничего, потому что сигнала нет. А сейчас он появится. Оп! Появился сигнал. Тип сигнала. Тип сигнала Repair Pack. Ремонтный набор. И количество сигнала. У сигнала есть тип, у сигнала есть количество. 100 ремонтных наборов. И вот инзертер одновременно у нас подведен к логистической сети и одновременно подключен к логической сети. И сейчас инзертер будет работать только в том случае, если условия истины в обеих сетях, как сейчас поставлю твердое топливо меньше нуля. Это возможно? Это невозможно. Меньше 40. Услови ложно. Поэтому он выключен. то есть если давайте что-нибудь репайр паки репайр паки равно 100 и логистическая сеть. Логистическая сеть. Пусть будут эти штучки конвейера синие равно тоже 100. Сейчас у нас условия ложные. то есть у нас 100 ремонтных наборов но нет в сундуке синих конвейеров. Положу синий конвейер. Ну и че? Должно было работать. А! Все правильно. Дело в том, что я положил в этот сундук 100 синих конвейеров. Вроде все логично. Но есть такой нюанс, что все предметы, которые находятся в синем сундуке не учитываются логистической сетью с транспортной сетью робопортов. То есть робопорты образовывают или как сейчас говорят образуют логистическую сеть. Все предметы, которые находятся в синих сундуках не учитываются логистическую сетью. Логистическая сеть считает, что там ничего нет. Ну, то есть не учитывая никаких предметов, которые находятся в синем сундуке. А логическая сеть, которая проводом подседена, учитывает. Давайте проверим мою теорию. Отключусь. Вот. Отчего отключусь? Как отключиться? Да вот так. Подключаю красный провод. Задаю условие, что ремонтный наборчик равен 100. 100. Вот. Я доказал, что манипулятор видит предметы, которые находятся в синем сундуке, если он проводом подключен к консертеру. Ну, что же делать с логистической сетью? Вот. Я подключаю. У нас вот они синяякие. Как заставить его работать? Сейчас покажу. Открываю логистическую сеть, меню, статистику логистической сети, клавиша L на клавиатуре. Смотрю, сколько у нас синих конвейеров? 4800. Наведу мышку для уточнения. 4842. Равно? Логистическая сеть? Равно? Какая была цифра? 4842. Оп. Да. Он читает, он считывает сигнал и он активирован, потому что условия истина. Одновременно в двух случаях. В сундуке належит 100 ремонтных наборов и логистической сети ровно 4842 транспортных конвейера. Инсертер будет работать. Пока условия истина в обоих сетях. Как только условия ложные, то есть не соответствуют заданным условиям, убираем. Оп. Красненький огонечек загорелся. Все. Он не активирован. Ну и опять же скажу, добавлю к этому, что если инсертер подключен, оп, отключаемся от логистической сети, если он подключен проводом к сундуку, то наличие робопорта рядом не обязательно. То есть не обязательно, чтобы была желтая зона для инсертера. Однако сундуку она нужна. этому. Но мы можем сундук поставить другой. Сейчас покажу какой. Железный. А, деревянный. Деревянный поставим. А их нету вообще, куда они делись? Ну ладно, деревянного нету. Железный. Их железных нету. В сети. А, это я не в сети. Меня в сети нет. Я подаю поближе к робопорту. Деревянный сундук. Сколько их? О, четыре ко мне летят. Два. Два ко мне летят. Два сундука деревянных ко мне летят. Пю-пю-пю. О, я навожу мышкой как удобно. Вот нажимаю сюда фильтр и и когда вожу мышкой вылетает сообщение сколько предметов есть в логистической сети. А, или нет? А, ничего не показывает. Нет, неудобно. Ну ладно, может они потом это добавят. Опять что-то ломают гады. Опять все время ломают меня что-то. Ух, я до них доберусь. Артиллерия стреляет. Опа, смотрим. Червяка убили. В червяков они стреляют. Ну-ка, артиллерия. Ручное управление артиллерией. На тебе, на тебе, на тебе. И четвертый выстрел контрольный. Вам конец, друзья Второй выстрел Третий выстрел И еще один выстрел последний И еще один выстрел О, гнездо появилось Ну-ка еще один выстрел Такие живучие Они же восстанавливают здоровье Все Их больше нет Их больше нет Так, это ручное управление артиллерией Когда вручную управляешь артиллерией Дальнобольность артиллерии увеличивается Где-то в два раза Как это увидеть А наводим мышку на пушку артиллеристу Которая у меня в инвентаре И тут написано внизу Предпоследняя строчка Мануал рейндж Рейндж Ручное управление 560 метров Тогда как автоматическое наведение На расстоянии только 220 км Получается Ручное управление Увеличивает дальность артиллерии Больше чем в два раза А это значит Что если я открою карту И посмотрю На дальность Розовые круги Показывают дальность артиллерии Если я беру в руки Пульт управления ручным Управлением артиллерии У меня вся карта будет сейчас красная Нажимаю кломбочку мышки Оп Все покраснело Вот граница дальнобойности артиллерии О как далеко бьет Сейчас мы попробуем Ударить У меня заряд снарядов 15 штук У каждой пушки Сейчас попробуем 10 снарядов выпустить Сразу С залпом Как можно С более высокой Скоростью Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Раз Четырнадцать Пятнадцать Ох Сейчас что-то будет Сейчас что-то будет Я такого еще не делал Оу Оу Папах Вам Конец Ребята Не успеете очухаться Патю О Ага Хотят отомстить Но это бесполезно Побежали На обидчика Опа И по траектории снаряда Карта открывается На короткое время По траектории полета снаряда Все Еще один выстрел Ай Еще Два выстрела Еще один выстрел Тууу И еще один выстрел А все И еще один выстрел, да? Или все? Все Почистил территорию И вот пока снаряд летел, он открывал карту Вот мы можем видеть Местность По траектории полета снаряда Вот так Это у нас артиллерия Это я артиллерию еще не прокачал Артиллерию можно прокачать После запуска Ракеты А запускать я ее собираюсь Сейчас январь, может быть в марте Опять что-то разрушили А может пораньше Не, пораньше Сейчас осталось исследовать Ядерную бомбу до конца Сейчас покажу Вот у меня сетка технологий Называется 5 тысяч бутылочек стоит Исследование атомной бомбы Самое дорогое исследование Из всего И всего что было 5 тысяч Потом я планирую исследовать Под активность добычи Это нефтяные вышки Это добыча камня, угля Урана Производительность будет увеличиваться на 2% И на затраты на этот шаг исследований потребуют 1200 бутылочек Желтые, фиолетовые, синие, зеленые, красные Красные, конечно, смешные Самые дешевые красные бутылочки стоят очень дешево Ну, они делаются на старте игры Сейчас покажу, сколько они стоят Где тут нарисовано? Где тут нарисовано? Тут что ли? Где тут? А! Что дает красные бутылочки? Какое исследование? И это Не помню Ну-ка, давайте найдем Красные бутылочки Каким исследованием? Какой шаг в технологии? В открытии технологии Дает нам красные бутылочки? Красные бутылочки Сколько я играю по времени? Посмотрим Я ухудшил качество записи немножко Чтобы производительность компьютера Соответствовала Чтобы игра не тормозила сильно Так, я играю 37 минут Довольно долго Пора останавливать запись уже Сейчас найду бутылки Как она выглядит? Как это выглядит? Синяя А И это Ну ладно, сейчас покажу по-другому Стоимость красной бутылки Бутылочки будет у нас Вот такая Одна медная пластинка И одна шестеренка А шестеренка делает В данных настройках игры При данном балансе По умолчанию Два железа стоит Одна шестеренка Стоимость Крафта Стоимость производства Какого-либо предмета Например, шестерена Изменяется В зависимости от настроек игры Можно задать сложную игру Можно задать тяжелую игру У меня сейчас тяжелая игра По умолчанию Потому что настройки по умолчанию В одиночной игре Я один играю на один Против Всей фауны Этой планеты Вот, четыре бутылочки побежали Поехали Куда поехали? О, я катаюсь на конвейере Катаюсь на конвейере Поехали Ходить не надо Можно кататься на конвейере Катаемся Катаемся Печки работают у меня Электрические Переплавляют железную руду В железные пластины А я еду к моим Научным станциям Кстати, научные станции Тоже имеют Это что здесь такое? Это мой сетевой кабель Компьютер подключен У меня есть в квартире Wi-Fi Но кабель лучше Опа Бутылочки попали Куда надо В исследовательские станции Вот мы видим Как они расходуются Расход бутылочек Красный, зеленый Серенькие бутылочки Серенькие бутылочки Очень дорогие Так, опять что-то разбили Надо расширять границы Надо ставить больше робопортов Сейчас у меня их 736 Робопортов Но надо еще больше Это у меня хранилище Недавно поставил хранилище Такое Из желтеньких сундуков Феоретов бутылочек много А желтых бутылочек нет У меня очень медленное производство Сейчас Медленное производство Модулей вот этих Модулей производительности Так, эти мне не нужны Это слабенькие Вот эти самые сильные Модулей производительности Очень дорого стоят Я их продажу Очень мало В час В час у меня их Производится Таких 82 Таких еще меньше 16 штучек в час Производится Медленно В один майнер Помещается Три модуля В фабрику В такую Помещается Четыре модуля Но в фабрике С инвектором Нельзя засовывать Модули производительности Сейчас я попробую Засунуть Появляется сообщение Что это сделать невозможно Модуль производительности Можем ставить Только там Где производится Проводочка Чипы зеленые Всякие Железные палочки Железные стержни Как это называется Железная палочка Еще у нас В печки Можно засовывать Модули производительности И Ну вот здесь Только Сюда нельзя Проводительности Нельзя Ну и все В общем-то Конечно я сказал Рассказал Совсем чуть-чуть Казался Немножко Но прошло уже 40 минут Пока я записываю В ее Зрители успеют заснуть Пока все это я показываю Так Это я все Разбираю Ломаю Все? А Я обещал Показать Как переменовываться Воленную дорогу Сейчас скажу Это недолго Дорога Клавиша R Поворачивает Железную дорогу Железная дорога На конце Имеет Ограничитель Шпалы Если Если У нас Мы видим Шпалы Вот так Расположены Как здесь С непривычки Вы можете Не обратить внимания И построить Железную дорогу Таким образом Вот таким образом Сейчас покажу Как можно обмануть Игрока О! Вот Оп 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 Вроде бы Все хорошо Рельсы Лежат как надо Светофоры Можно поставить Вот так Вот так Вот так Светофоры Если у нас Двусторонний движок Светофоры Ставятся Вот так Друг напротив друга Если мы поставим Светофоры Не друг напротив друга Ничего хорошего Как я прошел К выводу Ничего хорошего Не получится Лучше Ставить их Вот так Ну так вот Если мы видим Шпалы На Железной дороге Вот такие То Их нужно убирать Потому что Поезд может Не проехать Я убираю Нажимаю Правую кнопочку Мышки Убрал Шпалы Теперь у нас Ровные рельсы Без шпал Теперь поезд Везде проедет Не надо Клавишу Кью И у меня в руке Рельсы И строю Можно строить Руками Просто А можно строить Гастом Привидением В виде проекта Зажимаю клавишу Shift Нажимаю мышку И мы видим Привидение Это команда Для строительных роботов Отпускаю клавишу Shift Я могу колесико Крутить Масштаб Вот так И строительные роботы Будут строить Как хотят Что-то есть Оп Строительные роботы Все построили Ну так вот Показываю Как перемелать Железноружную станцию И останавливаю запись Ставлю Железноружную станцию Нажимаю Камышкой мышки Нажимаю Вверху Rename Stop Rename Stop Rename Stop Mu Вот сейчас Название по умолчанию Mu Просто Mu Сейчас мы увидим В расписании поездов Название Эта станции Нажимаю На Фамилию управления Trains Поезда Оп Расписание поездов Где у меня Поезда А нет Поездов Здесь этой станции нет Я Короче Сюда нажимаю Rename Stop Сюда Нажимаю Даю ему какое-то имя Например Например Как я раньше Добавил Имена Железноружным станциям Iron 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 Железо S S3 Это значит Что Добыча Железной Рузы Будет Прозвититься На юге Ну 3 Это порядка Номер Шахт Место Вычим Цвет Цвет Меняем Если хотим Клавишу Е нажимаю Прячу Меню Все У меня Станция Мы видим Iron S3 Железноружная Станция Так Называется И Где мой поезд Вот это мой пассажирский поезд Вот он Коротенький Один вагон Сволишь Добавляю Нажимаю плюсик Эту станцию Мы здесь увидим Это список всех станций Как он Iron S3 Вот Я его выбираю И это Тайм Пассажирский поезд Вот Оно у меня В списке станций В расписании Удаляю 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 И останавливаю Запись В общем Ничего особенного Я не рассказал Сегодня Сейчас А А целый час Уже прошел Вот Те раз Желтый светофор Где-то поезд Недалеко А вот Медь поехала Запрыгиваю в поезд Опа Я еду в поезде Я могу кататься В грузовых вагонах Даже если они Набиты Рудой Железной Медной Полный вагон Медной руды Две тысячи Медной руды В каждом вагоне Двадцать тысяч руды Я везу На базу Сейчас приедем Скорость медленная Почему-то Один локомотив Тянет Мы катаемся На дровах Топливо у нас Дрова Поезд не успевает Разогнаться Уже приезжает До станции Ну и потом И грань немножко Подлагивает Медленно разгоняет Поезд С таким грузом Тяжелым Если поставить Пять локомотивов И каждый локомотив Загрузить топливом Или дровами Или язерным топливом Пошла разгрузка Вылезаю Для двигателей Из урагона Казанет Так вот Я построил Станцию Разгрузки Это хитрая Система Автоматической Разгрузки Хитрая Система Такая Вот Как она Работает Вот такие Настройки Железнодорожная станция разгрузки настроена таким образом, чтобы вагоны разгружались равномерно. Они будут разгружаться в порядке очереди, хотя этот вагон, потом этот, потом этот, потом этот, все вагоны разгрузятся, а сундуки останутся полными, сундуки будут полными, вагоны будут разгружаться. Вот этот сундук не полнен. Когда этот сундук заполнится, инжертер остановится, не будет разгружать вагон до тех пор, пока не опустеют все вагоны. И тогда, когда вагоны все опустеют, поезд уедет на погрузку. Я затянул запись, сколько уже? Ой, долго, уже 50 метров. Ну ладно, еще немного расскажу. Загрузка поезда дровами. Тут особый нюанс. Нельзя поставить сундук, инжертер, и все, инжертер будет загружать поезд, не прокатит. Потому что поезд, когда тронется с места, такое может получиться, что инжертер, вот этот манипулятор, засунет дрова в вагон, потому что вагон пустой. У меня такое было. Если поезд чуть-чуть задержится, вот здесь светофор, вот он, светофор, если поезд тронется с места, со станции, и вот здесь притормозит по какой-то причине, или вот здесь он притормозит, или вот здесь, где-нибудь недалеко, вагон будет стоять напротив манипулятора, напротив инжертера. Инжертер будет туда загружать дрова. И все пойдет вообще, все пойдет не так, как надо. Потому что поезд уедет на станцию погрузки, загрузят все вагоны медью, а этот вагон медью не загрузится, потому что в нем дрова. И поезд будет стоять долго-долго. На той станции пока не заполнится, а он не заполнится медью, потому что у него здесь настройки. Вот здесь, давай, про станцию, написано. Поезд поедет, когда наполнится полностью все вагоны, а они не наполнятся, просто дрова. А дрова полностью, он, не наполнится дрова полностью. как и взять и заставить вести себя умно а вот так красный провод от станции к инзертеру натягиваю красный провод сигнальный станцию настраивать таким образом что она читает идентификационный номер поезда куда я на вижу на вашу мышку на поезд мы в правом меню мы в правом меню ничего не видим потому что здесь мое лицо у каждого а я крикнул мышкой на поезд у каждого поезда есть свой идентификационный номер на тот на этот путь и видимо я поставил сигнальный башню сигнальный столб мы наведем мышку на сигнале столб и увидев тип сигнала и количество сигнала наложу мышку увидим сигнал т это тип сигнал т цифра 424 это идентификатор поезда я предполагаю что все поезда имеют идентификатор больше нуля и значит я задаю условия для своего манипулятора что он будет работать только если железнодорожный поезд если поезд стоит на станции потому что сигнал будет поступать на инзертер только в том случае если поезд на станции если поезд сдвинутся с места сигнал пропадет и вот инзертер будет работать только если поезд с любым айди с любым модификационным номером будет стоять на станции т больше нуля и в этом случае инзертер будет у нас работать как сейчас почему же он сейчас почему-то зеленый гоню горит а инзертер застыл с дровами в руке да потому что топливные баки полные переключаю на фуэл топлива 100-100-100 три ячейки по 100 дров по 100 брови он полный полон дробь и этот у меня синий сундучок запрашивает дерево 300 дерева у меня всегда есть транспортные роботы летающие приносят дерево у меня запаса 49000 дерева 49509 надолго хватит надолго на миллион лет до нашей эры что они летают тут тоже есть секрет у них есть причина летать я не заставил я их заставил летать с медной рудой если не забуду объясню что я придумал вот эти транспортные роботы таскают медную руду в этот сундук приоритет у этого сундука если в сундуке есть медная руда или конвейер останавливается и разгружается сначала синий сундук куда транспортные роботы привозят медную руду я наложу мышку на синий сундук и мы видим в зеленой рамочке роботов которые обслуживают этот синий сундучок зеленую рамочку мы видим на транспортных роботах ну все хватит солнце в чили так нажимаю что я нажимаю ctrl f1 выключаю запись ctrl f1 тс и к руду тс и к руду